Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Я должна была как-то привлечь твое внимание. Не смешно. Кстати, а кому это ты пишешь? Своему парню? Так, по работе. Фу. Эй, однажды тебе тоже придется работать. Не, я лучше замуж выйду. Привет. Мэри, ну-ка никаких разговоров. Попрощайся со своим другом. Он мне не друг. Я с ним даже не знакома. О нет. Это что, тот самый сайт, который сам подбирает собеседника? Да, чат, поиграем в прятки. Да. Не стоит тебе сидеть на этом сайте. Он для людей, которые занимаются разными грязными делишками. Но люди занимаются и другими вещами. Да? Какими же? Не знаю. Просто дурачатся, заводят друзей по всему миру. Знаешь, можно даже познакомиться с хорошим парнем. Неужто? Значит, ты хочешь здесь найти парня? Да, многие так делают. А некоторые даже снимают штаны. Так, теперь ты понимаешь, почему тебе не следует заходить на этот сайт. Да уж, понимаю. Я серьезно, Мэри. Тебе не следует шутить с подобными вещами. А что? Кто-нибудь может надравить на меня Смайли? Кого? Ну, знаешь, из местной легенды. Смайли. Нет. А кто это? Выходишь в видеочат с кем-то, кого ты даже не знаешь, и пишешь три раза. Я сделал это ради лузлов. И тогда за спиной у этого человека появляется парень с ножом. И что? Он умирает. А почему его называют Смайликом? Потому что он зашил себе глаза и вырезал через все лицо огромную улыбку. Да уж. Хватит с меня этой жуткой истории. Ну это ж прикольно. Ну это же нонсенс. Как может один человек, этот Смайли, оказывается за спиной людей по всему интернету? В этом и есть весь фокус. Я думаю, это просто эй. Это было клево, папа. А ты все еще не спишь? Марш чистит зубы. И быстро в постель. Или я тебе покажу. Прошу прощения за опоздание. Не против, если я выпишу чек? Добро пожаловать в чат поиграем в прятки. Следующий. Следующий. Незнакомец. Привет. Вы. О, привет, привет. Незнакомец. Ты очень симпатичная. Спасибо, а мне нравятся твои очки. Незнакомец. Жаль, что мне придется тебя убить. Здорово? Есть кто-нибудь? 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 Продолжение следует... 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 Прокси, у тебя такой красивый дом... Спасибо, что выбрала именно меня... Я просто очень хотела найти нормальную девчонку в качестве своей квартиранки... А знаешь, это странно... Столько людей было в сети, а у меня такое чувство, будто сто лет тебя знают... И твои родители купили этот дом для тебя? Это же просто круто! Родители купили его 4 года назад и теперь не могут продать... Так что они решили, что пусть уж лучше их дочь живет в этом доме, чем в общежитии... Я тоже не люблю жить в общежитии... Да, такие маленькие мерзкие комнатушки... Просто отстой! Кстати, я сегодня собираюсь на вечеринку... Хотя, это скорее просто тусовка... Послушай, а может быть, ты согласишься пойти со мной? Это что-то вроде школьного вечера? Ну да, колледж... Я могу делать, что захочу... Да... Я принимаю твое приглашение... Чудесно... На эту вечеринку допускаются все? Скорее всего... Это не совсем студенческая вечеринка... Это прямо напротив кампуса... О, так это твои друзья? Мне нужно было одеть что-нибудь другое... Нет-нет, ты клево выглядишь, не беспокойся... Я сама... Не со всеми там знакома, так что... Правда? Так ты просто услышала о ней и решила пойти? Думаешь, нас спустят? Там вообще безопасно? Да нет, послушай, я их знаю... Я просто не встречалась с ними лично... Там есть один парень с Би... Он пригласил знакомых с Лос-Анджелеса... Что еще за Би? Ну знаешь, Би... Боги удачи... Это что, вроде азиатского сайта знакомств? Чего? Боже... Я конченая расистка... О, господи, ты прелесть! Кажется, мне придется обкуриться, чтобы все тебе объяснить... Ты куришь травку? В школе я всегда была сама по себе... Но ты же теперь в колледже... Я могу делать, что захочу... Да! О, бог ты мой... Искусительница! Как я уже сказала... Старушка Би — это группа, где люди могут общаться, сохраняя анонимность... И чем же люди занимаются анонимно? Весьма важными делами... Например, делают подборки смешных фотографий... Планируют рейды... Изучают циентологию... Показывают... Пантомимы... И все в таком духе... Кажется, меня торкнуло от марихуаны... Дай сюда! Это моя марихуана! О, похоже, на вечеринки будут клевые ребята! Я люблю, когда много парней! Вот увидишь, здесь полно парней! Погоди! Я, пожалуй, сниму куртку! Готова? Да! Ты в порядке? Привет! Супер-красотки! Привет-привет! Полагаю, одна из вас — Прокси? Да? Привет, Зейн! Зейн? Да! А кто твоя подружка с сигаретой? Привет! Я Эшли! Эшли! Класс! Если хотите, могу оставить вас наедине... или же могу составить вам компанию... Здесь полно места... Особенно в моей спальне! Да! Спасибо! Ого! Круто! Название книг — Инсцест из другого мира! Диксон! Мертвый Кеннеди! О, так значит... Интересуешься всем необычным? Да! И мне нравится все необычное! Я просто только что курила траву! Это так клево! А мне нравится все, что называют странным, потому что это весьма любопытно и зачастую связано с безумием. Я занимаюсь исследованиями в этой области — точки соприкосновения странного и безумного. Отличное название для новой мыльной оперы — «Странные и безумные». И мы наполним странностями вашу безумную жизнь. На самом деле, что интересует меня больше всего, это как люди начинают верить во все эти вещи. Например, снежного человека. Понимаешь, ведь нет никаких доказательств того, что снежный человек существует. Тем не менее, многие люди верят, что он реален. Чупакабра. Точно-точно, а как насчет Бога? Миллионы людей ходят в церковь, хотя куда больше факторов доказывают реальность Чупакабры. Так что же, вера в Бога — это странно или безумно? Пожалуй, это лучше обсуждать под кислоту. Но сначала мне нужно пиво. А теперь напивайтесь. Увидимся позже. Договорились, да? Что это было? Боже. Слушай, кажется, я видела этого парня у нас в кампусе. О, может, следует поздороваться? Тебе точно следует поздороваться. Иди, иди. Все нормально. Это же студенческая вечеринка. Давай. Привет. Я Эшли. Привет. А разве это не анонимная вечеринка? А кто ж тебе скажет? О. Так, значит, анонимная, да? Я просто шучу. Да, анонимная вечеринка. Да. Какой я идиот. Привет, привет, я Зейн. Привет, я Биндер. А что ты здесь делаешь, ботан? Не называй меня так. Ясно? И все будет круто. А, это ты, ботан? И ты можешь что-то доказать? Сучья титька. Ботан. Парни, бросьте, я просто пришел отдохнуть, ясно? Почему бы тебе просто не свалить отсюда, ботан? Ни у кого нет желания с тобой тусоваться. Что за урод, мать его? Пока, ботан. Класс. И что это значит? Он считает, что в этом клубе творятся странные вещи. И доложил об этом. Если честно, тут действительно порой такое творится. Но было бы глупо говорить об этом вслух. А мне он показался милым. Да. Пожалуй, даже слишком. Вот и сиськи. Я сделала это ради лузла. Что это значит? Пойди, посмотри. Что это? Чат, поиграем в прятки. Это видеочат, похожий на скайп. Но здесь ты не знаешь, с кем именно общаешься. А зачем вообще болтать с незнакомцами? По-моему, это глупо. Значит, ты считаешь это глупым? Я сделал это ради лузлов. Вот это да. Что это было? Ты что, никогда раньше не видела? Я делаю это ради лузлов. Это же Смайли. Кто? Это же все не по-настоящему, правда? Этого никто не знает. Это же интернет. Что-то вроде Кровавой Мэри, понимаешь? Городская легенда. Набираешь слово, я сделаю это ради лузлов. Трижды во время разговора с кем-нибудь. И тогда к нему подкрадывается Смайли и убивает его. Я делаю, я делаю это, как там? Ради лузлов. Забавы ради, для прикола. Это когда делаешь что-то просто так. От нечего делать или, короче, не волнуйся, это видео. Просто фейт. Правда? Да, да. Довольно странное развлечение. Ты меня подловил? Да, да, подловил. Я сделал это ради лузлов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова О, Боже. Схема кампуса Сегодняшнее занятие посвящено теме разума и этического выбора. Что ж, доброе утро. Доброе утро. Как поживаете? Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Устраивайтесь поудобнее. Я подожду. Отлично. Как вы уже знаете, этот курс является обязательным. Итак, помимо моего блестящего ума и харизмы, а также огромного бюджета администрации колледжа... У тебя есть карандаши? Да. Спасибо. Ты пахнешь гораздо лучше, чем я. По-вашему, каковы остальные причины? Прошу прощения. Как... Как вас зовут? Марк. Марк. Итак, Марк. Ты не мог бы ответить мне? Как ты считаешь? Почему этот курс является обязательным? Эээ... Потому что мы обязаны его изучать? Ладно, ладно. Погодите минутку. Не смейтесь над Марком. Итак, в чем же здесь дело? Почему это так? Только потому, что вы должны изучать этот курс, он становится обязательным? Но почему? Да, милая опоздавшая. Потому что это всего лишь способ выражения одной и той же мысли? Именно. Это то, что мы будем отныне именовать эквивалентными суждениями. Они не обосновывают, не зависят друг от друга. А теперь, друзья мои, чтобы вас приободрить, скажу, что, вооружившись ключами логики и разума, вы сможете отыскать и открыть любой сундук. Откройте книги на странице 29. Нет, нет. Это всего лишь моя фотография. Профессор Клейтон. А, сегодняшняя опоздавшая? Простите, ради бога. Я ищу Брукс. Обещаю, я больше никогда... Да нет же. Я просто шучу. Все равно половина студентов бросит этот курс, как только узнает, что придется много читать. Я хотела узнать, могу ли я пройти материал? Всего семестра экстерном. Почему? Вы собираетесь уезжать? Нет. Просто хочу подготовиться как следует. Вы что, флиртуете со мной? Что? Нет. Я просто хотела узнать. Вы пошутили. О, нет. Не то чтобы... Ничего не ускользнет от вашего взора, мисс Брукс. Вы знаете, все задания есть на сайте. Ясно? Спасибо. И сделайте одолжение. Вовсе не обязательно выполнять все задания в один присест. Расслабьтесь, ведь это колледж. Не спешите, ладно? О, смотрите-ка, наша дебоширка. У меня до сих пор голова кружится, это нормально? Вот этого не знаю. О, боже. Я вела себя как ненормальная? Ну, если орать, что есть мочь и песню Мэрина Мэнсона перед всей тусовкой это ненормально, тогда да. Господи, какой ужас. Да не переживай, никто об этом даже не вспомнит, потому что... Есть одно видео. Что? Это и есть мокрые трусики? Что это написано у него на лице? Он был на вечеринке. Как там его звали? Не знаю. Это что у тебя на лице, Родинка или Герпес? Не знаю. Они написали мне что-то прямо на лице. Не знаю, что там написано. Этого не может быть. Не может быть настоящим или не может быть фейком? Ну, не знаю. Ты позвонила кому-нибудь? Мы даже не знаем их настоящие имена. Но он не был в онлайне, так что... А что об этом думают другие? Не знаю. Тогда почему мы не звоним в полицию? И что мы им скажем? На видео в интернете убивают какого-то парня? Да! Это же все по-настоящему. Господи, это какое-то безумие. Алло, это полиция? Да. Так вот, на видео в интернете показывают, как убивают какого-то парня. О нет, простите. Я не знаю, как его зовут. Но он часто устраивает розыгрыши по интернету. А еще есть городская легенда, что если в видеочате трижды набрать предложение, я сделаю это ради лузов, в чате появляется Ники Смайли, которая убивает этого человека. Убедила. Это наверняка фейк. Откуда этот Смайли может знать, где ты находишься? Правильно? Да, правильно. Они, видимо, просто выжидают, когда кто-нибудь попадется на удочку. Надо же, умники. Да просто идиоты. Я так рада, что ты уже дома, потому что все это действует мне на нервы. А знаешь, я знаю, как можно проверить, насколько это все реально. Что? Хочешь попробовать? Ни за что, мне страшно. Да нет же. Мы попробуем, и если ничего не произойдет, мы будем знать, что это фейк. Тогда мы наверняка будем знать, что это видео не настоящее. Хорошо. Так как это пишется? Я делаю это ради лузлов. Ну, знаешь, лузлы. Нет. Может быть. Нет, не стоит. Не стоит даже тратить время. Давай дальше. Какая прелесть. Да, не то слово. Просто отпад. Ну, не убивать же его. Ладно. Нет. Пенис! Привет, привет, малыш. Придется тебе все сделать самому. Вряд ли кто-то захочет тебе помочь. Следующий. Погоди, погоди. А может нам лучше его прикончить? Давай-ка я. Может в итоге придет Смайли и отрубит его свистульку? Свистульку? Ты имеешь в виду пенис? Нельзя прикалываться. Нужно по-настоящему этого захотеть. Ладно, ладно. Я хочу, чтобы это случилось. Представь себе это. Ты должна подключить воображение. Ладно. Хорошо. Дай-ка мне клавиатуру. Не знакомец. Покажите сиськи. Ну, конечно. Пожалуй, вместо этого я тебя убью. Поцелуйте друг друга. Ну да, конечно. Разбежался. Я сделала это ради Лузлов. Я сделала это ради Лузлов. Я сделала это ради Лузлов. В каком смысле? Да. Сейчас должен кое-кто прийти и убить тебя. Он же... Он же нас видит. Жми следующий! Жми! Жми! Какого крена? Господи, мы что, убили его? Я только что убил человека? Я не знаю. Откуда он взялся? Я не знаю, ясно? Я не знаю. Я думала, это все просто розыгрыш. Если даже это произошло на самом деле, он не знает, кто мы. Но он нас видел, понимаешь? Он смотрел прямо на нас. Но он не знает, где мы. Он видел наши лица, о господи. Он даже помахал нам. Это ничего не значит, он понятия не имеет, где мы находимся. Да, но он может осадить наш компьютер. Это невозможно, ясно? Этот чат абсолютно анонимный. В этом весь смысл. Подобные сайты не дают возможности отслеживать IP. Я ничего в этом не понимаю. Поверь мне. Все нормально. Ладно, ладно. Так, нужно сообщить об этом. Давай сообщим полиции, что мы видели. Не то, что мы сделали, а то, что видели. Нет. Почему нет? Потому что если мы сообщим об этом, здесь нарисуются журналисты. И если все это произошло на самом деле, они выведут его прямо на нас. Ведь он знает, как мы выглядим. А как насчет ФБР или типа того. Нет, Эшли, нельзя этого делать, ясно? Нельзя никому об этом рассказывать. Этого никогда не было. О, это мой папа. Ни слова. Привет, пап. Привет, милая. Как жизнь в колледже? Все в порядке. В смысле... Все нормально, все хорошо. Мне здесь весело. Надеюсь, не слишком весело? Нет. У тебя странный голос, милая. Да, нет. Все в порядке, я... Прости. Что так и не позвонила, я просто... Я просто... Я просто только что смотрела ужастик с прокси, и все никак не могу выбросить его из головы. Все хорошо, правда. Может, я не вовремя? Ты хочешь продолжить смотреть кино? Нет, что ты? Нет. Все в порядке, я вообще-то уже вышла во двор. Судя по голосу, не так уж тебе и весело, да? Должно быть, просто связь барахлит. Ну, ладно. И все-таки я хочу, чтобы ты знала. Если ты пока не готова... Жить сама по себе, ну, знаешь... Ты всегда можешь вернуться домой. Спасибо, папа. Я просто скучаю по маме. Да. Да, я тоже малышка. Жаль, что мы не можем просто взять и позвонить ей. Услышать ее голос. Да. Мне тоже. Просто это так тяжело, знаешь. Но я уверяю тебе, все в порядке. Большую часть времени. О! Прокси зовет меня досматривать фильм. Так что я перезвоню тебе позже. Ладно? Пока. Я ничего не сказала. Хорошо. Итак. Кто может мне ответить, что мы подразумеваем под научным методом? Марк? Мы проверяем ее. Этот приятель? Подпольный ученый. Итак, что мы делаем дальше? Эшли? А что если при проверке гипотезы окажется, что она ошибочна? Это нормально. Это случается постоянно. Добавляйте результаты теста, свои наблюдения и присматривайте гипотезу. Нет, я имела в виду. Что если при проверке гипотезы случается нечто совершенно невероятное? В каком смысле невероятное? Простите, глупый вопрос. Уверен, что это не так. Типа что-то сверхъестественное? Вроде привидений? Думаю, мы оставим вопрос о призраках. Но я хочу поговорить вот о чем. Как любознательность и скептицизм нашли свое воплощение в этом методе и свое применение вне стен лаборатории и... об их противоположности, идеологии. Под идеологией мы подразумеваем абсолютную уверенность в том, что, по нашему мнению, мы знаем. И в этом случае критическому мышлению приходит конец. И это не радует. Худшее, что происходит в этом мире, совершается людьми, которые уверены, что поступают правильно. Гитлер, Сталин, Мау, Пол Потт, Бен Ладен. Все эти люди были уверены, что обладают неким особым знанием. И это дает им право делать все, что угодно. Просто потому, что могут. Теперь, если некоторые из вас все еще не уснули, откройте свои книги на странице 256. Рабочие часы, вторник, с часу до трех. 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 О, прости, ради бога. Ты меня прости. Биндер. Биндер. Правильно? Да. Мы встречались с тобой на вечеринке. Точно. Эшли. Я помню. Можно поговорить с тобой? Со мной? А, да, конечно. Именно поэтому я работаю здесь. Так что у тебя? Что тебе известно про Смайли? Ты имеешь в виду, существует ли он? Смайли. Тебя пристали сюда поприкалываться надо мной? Что? Смайли – одна из причин, почему меня недолюбливают. А еще я сообщил о размещении детского порно на САТБ. Не знаю, я просто не считаю, что это смешно. Это в самом деле не смешно. Так что насчет Смайли? Ну, моя теория немного странная. По-моему, эта история сама по себе странная. Да, но... Я считаю, Смайли реален, лишь когда сами люди верят в его реальность. Как фея Динь-Динь? Да. Да. Это как будто все зло и грязь в интернете сконцентрировались в одном единственном месте. И в нем большой соблазн. Сами люди нашли ему воплощение. Смайли? Так ты считаешь, что он существует? Я не знаю, существуют ли Смайли, но я думаю, что эти видеоролики настоящие. Но, возможно, это полный бред. Нет, кажется, я понимаю, о чем ты. Ты очень милая. Ты тоже. Может быть, мы могли бы... Быть друзьями? Да. Да. Дашь свой номер? Ладно. Да, это ты. Это я. Ну ладно, мне пройти, но... Пиши мне, ладно? Правда? Да, правда. Пока. Пока. До встречи. Привет, куда это ты собралась? Сегодня у Зейна большая вечеринка. Это будет грандиозно. И ты идешь со мной. А как насчет того, что мы сделали? Я про Смайли. Не понимаю, о чем ты. Потому что ничего не случилось. Забыла? А, да, точно. Извини. Иди переоденься. Это поможет нам обеим обо всем забыть. Обещаю. Хорошо. Ладно. Только в этот раз не одевайся так, будто хочешь стать невидимкой. Слушай, Эшли. Черт. Прости ради бога. Вот, держи другой. Я больше не хочу. Перестань, это бесплатно. Ну ладно. Пей. Пей. Мне ужасно хочется в туалет. Кажется, там была муха. Я пошла пописываю. Ты просто ненормальная. Я делаю это ради Лузлаф. Три раза. И потом сзади появляется смайлик и убивает их. Да, брось. По-моему, это полная чушь. Ты думаешь, это правда? О, привет, как дела? Привет, я Эшли. Да-да, я знаю. Мы познакомились на прошлой вечеринке. Ты еще хотела заняться со мной сексом, но у меня не было желания. Что? Сожалею по поводу вашего друга. Келс ведь был вашим другом, правильно? Что? Нет. Так значит, он не умер? Ты что, шутишь? Скорее всего, это кто-то жестоко поприкалывался. Они даже тела не нашли. А вы знаете, где он живет? Я нет. Возможно, это была его мамаша. О, дружище. Ты это только что придумал. Так значит, вы не знаете, жив ли он. А что, если это все правда? А что, если это все неправда? И все это часть какого-то шоу Трумана. И вы оба только что поняли, что все это декорации. О, это все не настоящее. О, господи. Нас снимают в шоу. Идем со мной. Что ты видела? Ничего. Я серьезно, что ты видела? Ну, я... Я видела этот ролик с Келсом. Да, и он теперь мертв. Мать его. Ясно? Мы говорим об одном и том же, так? Что еще ты видела? Ничего. Я больше ничего не видела. Ты что, блин? Решила поиграть со мной? Ты это написала? И это случилось из-за тебя? Нет. Да, ты это написала. Ты сделала это ради Лузлаф, так? Ты позвала Смайли, и он пришел. Так, ладно, послушай. Может, от этого тебе полегчает? Я тоже это сделал. Я даже не знаю, кого я убил, мать его. Просто какой-то пацан. Он зарезал его, как поросенка. О, боже. Этого не может происходить на самом деле, правда? Не может. Я даже не могу назвать этих людей своими друзьями. Так, знакомые. Прости, пожалуйста. Тебе... Может быть, тебе нужно прилечь? Я хочу домой. Тебя подвезти? Вызвать такси? Или... Можешь остаться ночевать у меня? Я прогуляюсь. Нет, тебе не стоит одной ходить через весь кампус. А что, если он приходит за людьми, которые его вызывают? Ты об этом подумала? Прокси! Прокси! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Это все ерунда. Ты просто идиотка. Какая чушь? А.Егорова Нет, пожалуйста, нет! Что? Что? Ты в порядке? Должно быть, это был весьма неприятный ночной кошмар. Что тебе приснилось? Смайли! Смайли пытался меня убить! Отстой, сказал Фредди Крюгер. Что? Нет! Вчера вечером он правда пытался меня убить! А что с твоей блузкой, подружка? Он! Он преследовал меня! Он догнал меня и порвал мне блузку! Я так не думаю. Возможно, я ушла с этой вечеринки. Да, кстати, я тебя обыскалась. И там была одна девчонка. Она такая стала орать. Боже, куда она делась? Пришлось все улаживать. Слушай, может, все не настолько серьезно, но, пожалуй, не стоит разгуливать одной посреди ночи. Прокси! Это все случилось на самом деле. Я ушла с вечеринки и... Хорошая новость. Ничего этого не было, Эшли. Где ты меня нашла? Я нашла тебя здесь. Я вошла тебе в комнату, и ты лежал в постели. Он был здесь? Нет! Здесь была только ты. Пожалуйста. Ну ладно. Я думаю, что это был просто ночной кошмар. И не пойми меня неправильно. Но ты меня ужасно насмешила. Вот так. Это последнее, что я помню. Он был... А потом я проснулась. Эшли, ты принимаешь какие-нибудь психотропные лекарства? Нет. Уже нет. Ты когда-нибудь раньше принимала лекарства? Литиум. От биполярного расстройства. И когда тебе поставили этот диагноз? В школе, в старших классах. У меня был нервный срыв после того, как моя мама покончила с собой. У твоей матери когда-нибудь был диагноз биполярного расстройства? Нет. Я имею в виду после болезни. Почему ты перестала принимать лекарства? От лития я становилась такой жирной и глупой. Я ничего не могла запомнить. Но я не просто прекратила их принимать. Я отвыкла от них постепенно. Под наблюдением врача? Ага. Я не принимаю их уже полгода. Ясно. Итак, что привело тебя ко мне? У меня появилась тревога. Это твоя первая неделя в колледже? Да, но... Мне страшно. Очень. И еще чувство вины. У меня такое чувство, как будто я сделала что-то ужасное. Но не думаю, что так было на самом деле. То есть, с первой же недели учебы ты совершила нечто ужасное. Ну, скажем... Убила кого-нибудь? Нет. Но меня стали очень беспокоить кошмары. Ты пережила серьезную травму. Тебе пришлось приспосабливаться к абсолютно новой среде. Это большой стресс. Значит, вы не считаете меня сумасшедшей? Сумасшедшей? Должна признаться... Совершенно не считаю. Даже несмотря на эти сны... Они... По-настоящему... Они такие реалистичные. Что ж... Такова природа сновидений, не так ли? Они кажутся реальными, когда мы их видим. Иначе они не имели бы на нас такого воздействия. Но, похоже, тебя они очень сильно беспокоят. Да. И ты не хочешь снова принимать литий. Ты когда-нибудь пробовала принимать другие средства? Снижающие тревогу. Помимо лития. Какие, например? Я пропишу тебе только одно средство. Отиван. Ты согласна? Да. Я просто только что вспомнила одну вещь. Я не сумасшедшая. Хорошо. Рада за тебя. И прошу тебя об этом не забывать. Я даю тебе этот рецепт вовсе не от психического расстройства, а от тревоги. Хорошо. Ты рассказала ей? Нет. Я только что вспомнила. На той вечеринке Зейн, он знал? Да. Он только что мне звонил. Еще один. Что значит еще один? Еще один труп. Нужно скорее идти к Зейну. Привет. Что происходит? Я не знаю. А ты? Ты знаешь, что происходит? Это что, пистолет? Да. Да. Это пистолет. Зачем он тебе? Потому что я специалист в вопросах безопасности. Я думала, ты учишься в колледже. Я что? По-твоему, похож на дебила. Что? Колледж для дебилов. А я специалист в вопросах безопасности. Типа охранник в магазине? Твою ж мать! Нет, нет, не охранник. Сетевая безопасность. Что такое сетевая безопасность? Он хакер, ясно? Сетевой взломщик. Работает анонимно. Типа как Викиликс. Типа как Троллинг Вестбро. Прокси, ты можешь заткнуться? Пожалуйста, пожалуйста. Я хочу, чтобы она поняла, о чем мы здесь говорим. Но я не понимаю, о чем вы говорите. Когда ему нужны деньги, он взламывает корпоративный сайт, а потом говорит, заплатите, и я решу вашу проблемку. Вот что такое специалист по сетевой безопасности. То, о чем ты говоришь, незаконное и называется рэкетом. Я же один из сотни или пяти сотен, или же тысячи людей в мире, способных найти любую информацию на кого угодно. Истории болезни, размер заработной платы, вкусовое пристрастие, любимая поза в сексе. И честно вам скажу, я понятия не имею, что здесь творится. Кто за этим стоит, мы не знаем. Так, а почему бы нам не поступить иначе? Кто она? Я? Смайли пытался убить меня. Смайли пытался убить меня. Но ты вообще-то еще жива, ты жива. А другие люди мертвы. Хочешь посмотреть на это видео? Как Смайли перерезает кому-то горло? Я могу показать тебе, если хочешь. Нет. Прокси. Она явно близка к нему. Если это не часть какого-нибудь интернет-прикола, значит это проделки врагов. Какие у тебя враги? Лучше спроси, кто здесь не враги. Не обязательно быть королем интернета, чтобы заполучить парочку врагов. Их там хреново тысяча. Может быть это какие-нибудь китайцы или эти мудаки из Голландии. Помнишь их? И еще федералы. Это может быть ФБР. Если это в самом деле ФБР, они могут сидеть прямо за этой дверью. Ой, черт, черт, черт. А что, если Смайли не один из них? Что? Если он настоящий? А что, если он настоящий, мать вашу? Кажется, мы уже это выяснили. Нет, я имею в виду, что если он нечто, что мы не можем понять? А что, если он некое воплощение зла? И это зло... Преследует нас? Да. Что, если это зло преследует нас? Что ж, вот что я вам скажу. Это охрененно плохие новости. Черт. Мне нужно идти купить таблетки по рецепту. Эй, эй, погоди, погоди. А что тебе прописали? Ать, Иван. Оставь немного для нас. Думаю, нам он тоже понадобится. Ну ладно, будьте осторожны, девочки. Да, будем. Думаю. 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 Итак, кто объяснит мне принцип бритвы Окама? Не надо изобретать сущности сверхнеобходимого. Зачет почтению, молодец. А теперь дайте мне свое толкование, что подразумевал Уильям О'Кам. Мария? Думаю, он имел в виду, что наиболее вероятное объяснение обычно является правильным объяснением. А теперь скажите, правило бритвы Окама – это правило или руководство к действию? Вообще-то, скорее руководство, потому что случается так, что правильным объяснением становится наиболее маловероятно. Верно. И это возвращает нас к вопросу о том… Эшли? Я как раз повторил ваш вопрос с прошлого занятия. Как мы можем принимать во внимание вещи, которые настолько маловероятны, что кажутся невозможными? Ведь такое случается. Вы имеете в виду сверхъестественное? Позвольте привести вам пример того, что мы зовем странным, если не сверхъестественным. Это просто взорвет ваш разум. Итак, вы готовы взорвать свой разум? Ладно. Итак, мы знаем, что законы физики, действующие в нашей Вселенной, весьма специфичные, и в случае мельчайшего, самого незначительного изменения в весе всего одного типа, субатомной частицы, любой частицы, будет означать конец Вселенной. Конец звездам, конец планетам, конец жизни, конец сознанию. И этот разговор мог никогда не состояться. Если только вы, конечно, не верите в Бога, основание для существования которого заключается в маленькой книжечке правил, касающихся веса и поведения этих частиц. И мы должны признать, что эти правила могут оказаться несостоятельными. Итак, каков вывод из всего этого? Что я только что сказал? Выходит, что все то, что произошло, происходило лишь для того, чтобы мы об этом узнали? Отличное предположение, и эта идея имеет название «Антропического принципа». Все происходит для того, чтобы мы осознали, что это происходит. Но в этом антропическом принципе есть одна проблема. Эшли? В чем эта идея может быть ошибочной? Она предполагает, что мы — неконечная форма. Да. Она предполагает, что существуют причины, по которой мы можем быть всего лишь амебами, или любой другой примитивной формой жизни, которая должна развиваться. Мы можем оказаться необходимым этапом для развития иной формы жизни. Думаю, на этой ноте мы и закончим. Человечество, возможно, всего лишь промежуточный этап в развитии разума, гораздо более великого. Мы уже создали всемирную сеть. Миллионы ноутбуков, которые обмениваются сообщениями друг с другом, теперь называются интернетом. И в то время, как каждый ноутбук сам по себе и ничего более, чем тупая машина, прошу вас, помните, каждая из наших клеток мозга способна на гораздо меньшее. Помните, Терминатора, Скайнет? Или Нео в Матрице? Думаю, все может оказаться гораздо необычнее, чем мы вообще способны себе представить. Я лишь надеюсь на то, что тот самый разум... ...будет к нам милосерден. Или же это полная чушь. Все свободны. Желаю хорошего дня. Можно вас на минутку? Знаешь что? Я на самом деле спешу. Да, но это займет всего минуту. Приходи, пожалуйста, в мои рабочие часы, ладно? Ну это же... Ладно. Смайли, городская легенда. Моя няня Стэйси давно не отвечает на мои звонки. Я очень переживаю за нее, что ее, возможно, убил Смайли. Но мне никто не верит. Ты меня до смерти напугал. Нельзя так подкрадываться к людям. Прости. Что ты здесь делаешь? Эээ, ну я... Я здесь работаю. В библиотеке? Да, создаю базу данных. Смогу заплатить за учебу. Так значит, ты что-то вроде компьютерного гения? Да, спасибо. Правда, я предпочитаю термин «ботаник», но... А ты чем занимаешься? Помнишь, ты говорил что-то о воплощении зла? Да. Ты говорил об этом в буквальном смысле? Мы говорили насчет Смайли, правильно? Вообще-то, я провел исследование. У меня пока не было времени заняться именно этой частью, но... Смайли реален. Что? С чего ты взяла? Я убила человека. Ты серьезно? Вот это ничего себе. Да, это ужасно, и это очевидно. Я пробовал, ничего не случилось. Ты желал кому-нибудь смерти? Нет. Я, конечно, хотел бы доказать, что я прав, но я не имел в виду убивать кого-то. Но дело в том, что нужно захотеть этого. Нужно по-настоящему желать кому-то смерти. Но после он придет из-за тобой. Он пытался убить меня. И что ты при этом чувствовала? В каком смысле? Это ужасно. Ты вообще понимаешь, что это значит? Поначалу я счел это безумием, но если это правда, и ты не лжешь, это означает, что мы разбудили нечто. Что-то появилось на свет. Нет, возможно, это Смайли, следующее поколение. Ты вообще слушаешь меня? Смайли пытался меня убить. А я-то думала, что, может быть, ты мне поможешь. Кто ты такой? а кто я по-твоему я не знаю хочешь чтобы я снова тебя навестил нет а жаль где ты находишься у тебя за спиной что ты делаешь а опять пытаешься кого-то убить ты с ума сошла нет я просто хотела остановить его прекрати пытаться выяснить что это все значит иначе ты приведешь его прямиком к нам но он не оставит меня покой мне наплевать мне плевать ты должна прекратить это чокнутая сучка привет милая папа профси ты что совсем рехнулась нет я не рехнулась я не хотела там был смайри хватит с меня этого дерьма это он ответил по телефону клянусь это был он прости прости меня мне очень жаль я знаю что должна была сразу вам все рассказать я солгала вам просто я просто не хочу сойти с ума как моя мама я рада что могу поговорить с вами у меня никого больше нет ты думаешь что ты представляешь опасность для самой себя нет я просто не хочу умирать я никому не желаю смерти мне необходимо снова с тобой увидеться завтра а до этого я хочу чтобы ты выспалась я не могу спать дайте мне другое лекарство я выпишу тебе серьезный тенгризатор но я пропишу тебе малую дозировку я не хочу чтобы ты смешивала его с иваном ясно твое поведение возможно просто реакция на то что ты мне рассказала меня очень беспокоит хорошая новость в том что ты понимаешь смысл происходящего именно поэтому ты здесь завтра мы поговорим насчет оценки твоего психического состояния но я не хочу отправляться мы поговорим об этом завтра или придется сделать это сегодня тебе решать ладно значит до завтра прости что я устроила истерику мне просто очень страшно биндер все нормально мне тоже страшно да а мисс брукс пришли сдать готовые задания за несколько месяцев вперед нет я Проходите Итак, с чем пожаловали? Я хотела спросить, то, о чем вы говорили сегодня на занятии, об этом эволюционирующем разуме, по-вашему это возможно? Да, конечно да, почему нет? Но если честно, я думаю, мы скорее поубиваем друг друга, чем нечто настолько любопытное случится Вы имеете в виду ядерное оружие? Биологическое оружие, наномашины или же элементарное загрязнение окружающей среды И мы наконец добьемся полного уничтожения всей более-менее сложной жизни на Земле Но зачем нам это делать? Зачем? Думаю, наше желание участвует в этом не больше, чем у белой акулы, которая охотится на свою добычу Это просто происходит Так вы считаете, по своей сути, люди это зло? Вы умеете хранить секреты? Да А в чем секрет? Я храню виски в своем кабинете Знаете, обычно студенты приходят в мой кабинет, чтобы говорить об оценках А вот зло, туда более интересная тема Буду с вами откровенен, мисс Брукс Я не знаю, к чему это может привести Так значит, вы верите в это зло? Да Конечно верю А кто станет это отрицать? Зло – это побочный продукт человечества Вы имеете в виду, это что-то вроде загрязнения окружающей среды? Да, точно, это хорошее сравнение Подумайте о людях, о том, что они делают Мы – совершенный механизм планетарного суицида Все, что от нас требуется – ездить на машинах, потреблять, создавать семью Ведь нет более эффективного способа уничтожения планеты, чем воспроизводство человеческих существ Даже не приходится придумывать ничего особо зрелищного Чтобы сыграть свою роль в великом проекте человечества под названием «Конец света» Если вы лишь играете свою роль, другие изобретают оружие нового поколения Или же находят более эффективный способ добычи природных ресурсов Лишь бы только высосать все до капли из этой планеты Прежде чем уйти навсегда Даже не знаю Как, по-вашему, это можно считать злом? Мы ведь всего лишь делаем то, что считаем нужным, не так ли? Мы – крысы на корабле Муравьи на шарике мороженого Мы всего лишь пассажиры Всему наступает конец Думаю, вопрос скорее в следующем Цитируя Эллиота «Как света конец наступает, без взрыва со стоном, он умирает А до тех пор… Это просто не имеет значения Помните это выражение? Его используют дети Идеальное выражение нигеризма Вы знаете, о чем я? Нет? Как же оно? Я сделал это ради… Я сделал это ради… Лулзов? Да, точно Я сделал это ради Лулзов Отлично звучит, правда? Лулзы Вы ведь за этим пришли сюда, Эшли? Решили сделать что-нибудь ради Лулзов? Мне пора идти Уйдете Останетесь Вы ведь знаете, что я об этом думаю Мне все равно Лулзову ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не боюсь тебя, так что заткнись! Нет, замолчи! Я же сказала, я не боюсь тебя! Да пошел ты! Пошел ты! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какого хрена уставились? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Уверяю вас, я чувствую себя гораздо лучше Только не подумайте, что один день я схожу с ума, а на следующий день я уже в порядке Я по-прежнему верю во все то, что я вам вчера говорила Но в этом полицейском участке все было очень странно И? Послушайте, я не сошла с ума Ну, возможно, у меня есть определенные проблемы с определением того, что реально, а что нет Хорошо Это серьезно? То, что ты это осознаешь, уже хорошо Это довольно пугающе, когда приходится признавать, что твое сознание находится в конфликте с реальностью Но это первый шаг на пути к приведению сознания в согласие с реальностью Вы так считаете? Поверь мне Это хорошо Огромное тебе спасибо за то, что согласился Выходит, ботаник тоже может на что-нибудь сгодиться Ты не ботаник И это так круто, что ты даешь мне свой старый ноут пользоваться Да, но для того и существуют друзья Ты не обязан был этого делать Я знаю Я так хочу Итак Возможно, он и смахивает на компьютер ботана Но этот ноутбук полностью оборудован Не понимаю, что ты хотел этим сказать, но похоже, это здорово Ладно, допустим, это темница, а я хозяин этой темницы А это ключ хозяина темницы Благодарю вас, хозяин темницы Пожалуйста, принцесса К несчастью, хозяину темницы никогда не добиться взаимности принцессы Как знать Не обращайте внимания Привет Так значит, ты не возражаешь, если я поеду на уикенд к родителям? Мне просто на самом деле нужно проверить мозги Конечно, поезжай О, ну что ж Ладно Я, пожалуй, пойду Увидимся позже Пока Хозяин темницы Хозяин темницы? Ну ты извращенка Не в этом смысле Ботаник, хозяин темницы Ну да Он милый Как скажешь Не собираюсь никого осуждать Кстати, у меня в шкафчике припятаны наручники Если бы надо, будешь звони В любом случае, сможем связаться по видеочату Ладно Все будет хорошо Я знаю Я скину тебе смс-ку Обязательно Хороший выходных Да, и ты повеселись Рассчитываю на это Да Серьезно Пап, я в порядке Ты же знаешь Что можешь звонить мне в любой момент Правда? Да, я знаю Я люблю тебя И я тебя люблю О господи, слава богу, ты здесь Привет, что случилось? Ты в порядке? Я не могу найти Зейна Зейна? Да, мы вообще-то хотели заняться кое-чем по видеочату Это единственное, на что он может сгодиться Погоди, ты думаешь, он сейчас там с какой-нибудь шлюхой? Или... О господи Смайли? Нужно ему позвонить Нет, я схожу Но тебе нельзя идти туда одной Возьму с собой Биндера Ну ладно, ладно, хорошо Да, думаю, это отличная мысль Оставайся в онлайне Я схожу, проверю, все ли в порядке Будь осторожна Да, пока Привет, вы позвонили на голосовую почту Биндера Оставьте сообщение Привет, Биндер, это Эшли Ты не мог бы перезвонить, когда получишь это сообщение? Я общалась с Прокси Зейн и нет в сети Просто позвони мне, ладно? Зейн! Здравствуйте! 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 Я сделал это ради лузов. Субтитры сделал DimaTorzok Даймонд, слушаю. Вы должны помочь мне. Зейн Мёртв. Прошу прощения, кто это? Эшли. Эшли Брукс, я обращалась к вам по поводу серийного убийцы. А, мисс Брукс. Значит, это ещё один ваш друг из киберпространства? Да. Он мёртв. Я видела его тело. Мисс Брукс. Алло. Она бросила трубку. Уверен. Она перезвонит. Вы что, повесили трубку? Долбаные торчки. Такого ж хрена. Эшли? Эшли, что случилось? Зейн мёртв. О, боже. Смайли порезала ему лицо и руки. Там повсюду кровь. Прошу тебя, позвони. 9-1-1. 9-1-1. Нет. Нет. Нет? Нет? Нужно покончить с этим. Сейчас. О, боже. Нет, нет. Эшли, нет. Давай. Нет. Нельзя этого делать. Давай. Давай же. Пока я не передумала. Ты уверена? Ты должна захотеть этого, Прокси. Ты должна представить себе, как он убивает меня. Я сделала это ради лузов. Редактор субтитров. О, господи, Биндер. О, боже. Боже, прости меня. Я просто... Я не хотела этого. Это был несчастный случай. Господи, это несчастный случай. С тобой все будет хорошо. Все будет хорошо. Просто дыши. Я... О, боже. О, боже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что заставляет людей делать то, что они делают? Разум и этика объясняют некоторые из мотивов людей, лишь некоторые. Мы все способны совершать самые ужасные поступки, самые жестокие, мерзкие поступки. И порой мы совершаем их просто потому, что можем. Но что способно остановить нас, прежде чем мы совершим невообразимое? Прежде чем погрузимся из света во тьму, каждое общество имеет свой моральный кодекс. И когда этот кодекс нарушен, мы начинаем верить в то, что некая сила вырвалась на свободу во Вселенной. Приходится вступать с ней в борьбу. Победитель получает трофей. Разумеется, мы не можем знать заранее последствия наших действий. Но одно мы знаем наверняка, что у наших действий есть последствия. Даже в борьбе между добром и злом. Даже в этой борьбе неизвестно, кто будет смеяться последним. Господи боже! Вот черт! Парни, мы сделали это, мать вашу! Черт, эта сучка просто рухнула на землю! Да, нужно срочно рассказать всем. Ребята, а что случилось? Мы ведь не должны были выходить. Еще одна упала и сломала себе шею. Она мертва. О, господи! Это круто! О, черт! Нужно валить отсюда. Да расслабься, все нормально. О, господи, Эшли! Эшли! Что случилось? Боже ты мой, заткнись ты уже! Все кончено! В каком смысле все кончено? Она выпала из окна и теперь уже мертва. Надо же. Стихами заговорил. Боже, это же потрясающе! Эй, Дэниэл Дэй Льюис, твоя подружка только что пораскинула мозгами. Да брось, я даже не успел ее трахнуть. Но она, похоже, никуда не торопится. А ты прав. Да, и кстати, отлично сработано с этим двойным убийством. Я сам даже не отличил бы тебя от мертва. Ну, знаешь, немного латекса и сиропа, и все готово. Слушай, Эшли сделала это специально? Или это был несчастный случай? Несчастный случай. Но все равно анонимные получают зачет. Не уверен, что они простят нам эту шалость. Эй, а знаешь что? Пошли они все. Мне наплевать, кто там анонимные, а кто нет. Это армия троллей. Они никогда не поддавались контролю. Они считают, что мы не в теме? Да пошли они. Это они не в теме, потому что тролли активизируются лишь для одной цели. Ради лулзов. Ради лулзов. Аминь, братишка. Ну теперь, когда она мертва, значит Смайли тоже мертв, верно? Знаете, ребята, как же я рад, что мы убили вас в самом начале, потому что вы, похоже, ни черта не понимаете. Смайли не может быть мертв. Смайли бессмертен. Смайли будет существовать дольше, чем любой из нас. Он как египетская пирамида. Как великое творение Уильяма Шекспира. Как Джастин Бибер. А это толпа. В ящиках. Она по всему кампусу. И примерно еще в 20 других кампусах. Это всего лишь вопрос времени, когда у Смайли появятся подражатели. Смайли может стать кем угодно. Смайли может стать кем угодно. ПОПУЛАЕН. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok You and I together DimaTorzok I should not be thinking of you Nor should you be thinking of me We know that it can never be You and I together DimaTorzok You and I together DimaTorzok 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 DimaTorzok